На встрече присутствовали представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда, а также послы США, Китая, Англии и Германии. Согласно показателям, на 2010 год общий ВВП Монголии составил 6 миллиардов долларов, а использование официальной помощи развития в год снизилось до 1,1%. В прошлом году ВВП на душу населения составил 4 миллиона тогриков. В Монголии в период с 1991 по 2010 год получила от стран-доноров и других международных финансовых организаций помощь и льготного займа на общую сумму в 4,2 миллиарда долларов. В то время, когда страна находилась на этапе вхождения в режим рыночной экономики, средства от помощи составили 165% ВВП всей страны, и это сыграло важную роль в становлении государства. С 1990 года Монголия получила от Всемирного банка помощь в размере 700 миллионов долларов США. Срок займа составляет 40 лет, при этом процентная ставка нулевая. Как отметил директор Всемирного банка по вопросам Монголии господин Роланд, это позволяет стране избежать излишнего давления по выплатам. Львиная доля средств, предоставленных этой организацией, пошла на решение социальных вопросов. Экономика Монголии сейчас поднимается, но при этом не стоит уделять излишнее внимание одной горнодобыче, потому что это направление само по себе не образует большое количество рабочих мест. Особый акцент стоит сделать на создании перерабатывающих предприятий и сопутствующей инфраструктуре. Тогда страна сможет стать крепче в полном объеме. Ранее при получении долговых займов Монголия заключала договоры на основании предложенных заемщикам условий. Сегодня страна перешла к системе взаимовыгодных отношений и имеет возможность вносить свои коррективы. И это переводит ее с позиции дотационной территории к полноценному партнерству. Сейчас Монголия уже входит в число стран со средними доходами. Несмотря на то, что повсеместно говорят о бедности и низкой экономике, аналитики утверждают о наличии интенсивного роста. Это говорит о том, что страна начала просить помощи уже на коммерческих основаниях. Говоря проще, если раньше Монголия была слабым, требующим поддержки государством, то сегодня она стоит на ногах и может вести экономику наравне с остальными странами. По мнению экспертов, в эпоху подъема экономики важно вести сбалансированную политику источников финансирования по отношению к внутренним нуждам и потребностям. То есть Монголия должна вносить свои пожелания и выгодные ей условия составления инвестиционных договоров. Партнеры монгольского правительства тоже подчеркнули необходимое совершенствование механизма источников финансирования и свою готовность в дальнейшем поддерживать связи со степной страной.